Всем добрый день. Слушайте, сегодня я в Махачкале нахожусь. Сейчас пойдем наш офис посмотрим. Здесь такая улица, она одна из центральных. Там вот горы, посмотрите, видны замечательные. Вот. Офис в саунд-центре расположен. Пойдемте смотреть, как она, местная культура, выглядит. Так, ну здесь уже в офисе. Так, Марат, приветствую. Приветствую. Рад видеть. Взаимно. Так, ну что, это у нас, я считаю, настоящий звездный риэлтор. Сейчас он расскажет. Во-первых, офис красивый. Давайте сразу же посмотрим. Так, ну что, Рад, ну рассказывай, как у тебя вообще-то, ты как у нас? Ну, прекрасно, мне очень нравится. Молодец. Мне очень нравится и начинал тяжело, но сейчас освоился. Слушай, насколько я знаю, главная проблема в Махачкале это по 214-му ФЗ строят мало застройщиков. Да, есть такое, это чуть проблематично на данный момент в Махачкале, ну по всему даже Дагестану. Ну процентов только 20-30 объектов, которые строятся вообще по Дагестану. Почему так? Исторически? Исторически так сложилось, мне кажется. Ну сейчас более-менее уже много большинства объектов, которые уже стараются правильно по закону работать. И мы направляем клиентов, которые непосредственно к нам обращаются, что мы предлагаем уже по таким вариантам приобретать. Слушай, а вот смотри, я знаю, что цены выросли очень серьезно за два года последних. Можешь примерно вот сказать порядок роста цен и твой прогноз там дальше? Прогноз то, что будет дорожать, это определенно. Ну а выросли они на процентов 60-70. За два года, да? Да. Ну как сложилось так, то что большое количество приезжих, то есть туристов и соответственно... Я вот знаю, ты у нас один из лидеров, тут явно к тебе все заявки с офиса ФССЖ передают тебе, да? Зарекомендовал себя, потому что... Как вот, с каких регионов чаще всего тут покупают? С Тюмени обращаются, с Московской области, ну с Москвы в основном. Московский регион, да? Да, да. То есть переезжают или именно вот как инвестиции? Как инвестиции. Вот было очень много заявок с Москвы за наличный расчет в этом, в ЖК «Ботаника», то есть который строится по 214. Ну аня в Каспийске, и продал уже три квартиры. Пример приведет, сколько там стоит квартира, вот допустим, однокомнатная, сколько квадратных? Ну да, ну как инвестиции, вот у меня была клиентка, которой я продал там 10 квартир. То есть сразу 10 квартир, она хотела другой объект, я ее перенаправил туда. Тот объект, который в ней строился по 214, он так и стоит, как и стоял. Слушай, я можно тебя перебью? Я узнал, что тут объект может спокойно строиться 8 лет, и это нормально. Ну, на данный момент это ненормально. Я имею в виду вот раньше, да, что столько, я поразился. Ну, чуть проблематично. Так, перенаправил 10 квартир. 10 квартир, и она покупала за 80 тысяч за квадрат, сейчас на данный момент 170 тысяч за квадрат, и она мне каждый день может сказать, звонит и говорит, Марат, спасибо, Марат, спасибо, Марат, спасибо. То есть вот такой клиент, который я перенаправил на «Ботанику». Слушай, вот про саму особенность профессии здесь, я самое, что обратил внимание, у вас тут женский мужской зал, да? Да. То есть это реально так разделено, да? Ну, изначально было, что мужской пол и женский пол, они были вместе, совмещены. Ну, потом как-то так пошло, что девочки отдельно, мальчики отдельно, и чтобы не отвлекали друг от друга, да, вот, от работы, от... Слушай, ну, слушай, красавцы вообще. То есть, ну, реально, ну, раз прижилось, значит, это эффективно. Ну, да, да. И девочка нравится, и мальчики спокойно. Слушай, спроси, расскажи, пожалуйста, как в профессию пришел вообще? Пришел в профессию... Сказать честно, мне на Headhunter по анкете мне позвонила HR-менеджер, получается, приглашала. Я ей сразу сказал, я говорю, я себя не вижу риэлтором, извините, до свидания. Спустя месяц я просто мимо проходил офиса, да и думаю, зайду. Оставил свой номер телефона, на следующий день мне позвонили. Вот, я прошел собеседование, с директором пообщался, и он мне объяснил, что да как, и буквально 3-4 месяца у меня не было абсолютно сделок. То есть, за первые полтора месяца я, ну, за месяц или полтора я набрал 43 объекта, звонил бесперебойно, но объект, ну, продаж не было. То есть, несколько срывало сделок, ну, и потом как-то с легкой руки, с одного клиента, и эти же клиенты до сих пор покупают, покупают тоже, которые купили первый раз, я им уже продал 4 квартиры. Слушай, красавец. Ну, я знаю, что, получается, даже, ну, месяцы были, где ты-то ближе к миллиону подходил, да, я так понимаю? В месяц воловку выбить? Да, да. Да, я бы выше делал. Да, то есть, я так понимаю, что для Дагестана, ну, это нормальный доход. Конечно. То есть, и все нормально. Слушай, расскажи, как отдыхаешь. Отдыхаешь, ну, хобби у тебя? У меня пока такого прям вау нет, но... А в детстве чем занимался? Я занимался футболом. Футбол? Да. Родственная душа. Родственная душа. Да, я три года ходил на профессиональную футбол, но у меня мениск и колени хрустят, и мне врач посоветовал не заниматься. Я тебя понимаю. Ты знаешь, у меня 5 операций. Серьезно? Да, 5 операций. А он меня советовал сделать операцию? Слушай, я тебе честно говорю, сделай. Знаешь, я тебе расскажу. Пусть даже все услышат, ничего страшного. Я пришел в Россию к врачу. Мне говорят, футболом заканчивай. Да, мне тоже самое скажут. Я говорю, хорошо. Знаешь, у меня такая особенность, я очень любопытный и всегда все проверяю. Я поехал в Германию и в Сингапур, и в Израиль. Три страны съездил, к врачам посоветствуются. Они мне говорят, слушай, можешь и закончить, но вот есть метод, попробуй. Представляешь, я сделал операцию, очень сложную, она 5 часов продолжалась. Мне было 30, сколько это было, 34 года. Ну, как мне практически, как час. Представляешь, я потом стал очень лучшим абордирами лиги у себя, да? Стал играть большой футбол и в этом году стал вице-чемпионом по ветеранам России. Я периодически слежу за вашими словами. Представляешь, хотя мне 10 лет назад сказали, забудь о футболе. Так что сделай обязательно, ладно? Ну, надо будет постараться. Все, давай, я прям, как я 5 операций прошел, это нормально. Все, понял. Так, давай дальше. Значит, получается, ты у нас футболом вернешься. Надеюсь. Скоро. Да. Какие планы вообще узнаешь там? Планы развиваться в этой сфере? Ну, добиться определенных целей, которые я поставил. Те цели, которые я поставил, я уже их выполнил. И, в принципе, я доволен этой работой. Мне все нравится. Слушай, скажи, пожалуйста, как у вас тут обстоят дела вот с исламской ипотекой? Я знаю, что это очень серьезный вопрос здесь. Да, я уверен, многих тоже интересует. То есть по законам шариата это нельзя. Как вот вообще все происходит? Реально, в основном, за аналозы сделаете, правильно? У меня, да. То есть я принципиально по ипотеке сейчас не работаю. То есть непосредственно, если клиент... А вот ипотека Мурабаха, по-моему, да, запускается? Да. Там как? Ну, там они такое по новостройкам. По новостройкам только, да? То есть это нормально? Пока что по новостройкам. Да, это нормально. Это уже проверено. И, как я знаю, это нормально. Ну, все, понял, хорошо. Слушай, там пожелания, может быть, нашим риелторам сети, помимо того, что тебе заявки передавать, это... Ну, самое главное, ну, для новичков, это не сдаваться в этой сфере. То есть, если не получилось, раз, надо... Это вот, как вам сказать, это вот пришел в качалку первый день, покачался, домой пришел, и в зеркале смотришь, ничего, никаких изменений. Второй день, третий день, четвертый день, пятый день, и никаких изменений нет. То есть спустя месяц, два, три, одно и то же упорную работу делать, ты уже видишь результат и замечаешь, что ты уже знаешь. Поэтому также в этой сфере, то есть надо работать, бесперебойно работать, работать, забыть про какие-то свои там личные проблемы и так далее. Если ты реально хочешь добиться каких-то успехов в этой работе, надо работать. Просто пахать, как... Слушай, красавица, я сам так считаю. Слушай, давай, тебе большая благодарность, все. Вам спасибо. Вообще, это просто вот искренне радость, я молодец. Я теперь понял, что все успехи не случайно. Вот пообщался, энергия чувствуется. Так, здравствуйте, еще раз. Слушай, у вас все там воронки, да? Да, да. А кубки это у вас футбольные? Футбольные. Футбольные, ну, там разные виды. В основном футбол. Мое рабочее место. Ну, слушайте, я прямо это тут. Преукрасил. Так, а здесь у вас молельная комната, правильно? Все верно. Никого нет. Вот так, да, у вас все выглядит? Да. Слушайте, сейчас же у нас священный праздник идет? Да. Разобрал. Я тут, коллеги, не один приехал. Со мной целая делегация большая. Пойдемте посмотрим. Это наши переговорные, в принципе. А, переговорки здесь? Да. Одна первая. Слушай, еще вопрос по местным обычаям. То есть, насколько я понял, ну, реально, вот, раз есть нельзя, да, сейчас? Да. Реально никто не ест. Ну, пока... В основном, да? Да, да. А не тяжело? Правильно, уже привыкли. Да? Конечно. То есть, с утра, ну, как называется, с упор, да, мы просыпаемся поздно ночью, едим, и все, и намереваемся не есть до определенного времени, до 6-7 часов вечера, пока, озон. Так, ну, это, понимаю, это твое имя, да? Да, это... Все сделано. Ну, приятно, кстати? Конечно. Ну, я тоже так говорю. Вагнитивно приятно. Все, красавица, пойдем. Так, тут все наши. Так, у нас тут мы все готовимся к мероприятию. Так, еще несколько близ вопросов задам. Если город в мире, кроме Махачкалы, не в России, то какой? Где бы жить хотел? Либо Италия, либо Дубай, где-нибудь. Либо Италия, либо Дубай. Испания, Италия, то есть, думаю, так. Так, любимая футбольная команда? Очень не слежу. Ну, была Барселона. Барселона. Всегда была Барселона. Почему не знаю. Ну, возможно, и за Месси. Ну, был реально тогда кумиром, да. Не то, что кумиром, но просто... Знаешь, я еще обратил внимание, в Дагестане почему-то все стараются машину подороже купить. То есть, это так или мне показалось? Думаю, так, да. А с чем это связано, если не секрет? Ну, это, как говорится, встречают по одежке. Также сейчас встречают и по марке машине, так сказать. Если ты, допустим, приехал на объект, там, на определенной машине, значит, уже какой-то уровень, так сказать, уже более... То есть, ну, это нормально, правильно, здесь? То есть, это прямо вот... Да. Потому что, знаешь, вот, я вот скажу, те города, где был, особенно Сибирь, Урал, там все-таки, ну, такие среднего класса машины. Я тут посмотрел, тут и у риелторов есть дорогие машины. Ну, работать надо просто, правильно. Ладно. Ну, Марат, тебе большое спасибо. Прекрасно пообщались. Теперь, я надеюсь, многие получили представление, какой он рынок Дагестана. Да. Все, благодарю. Все, еще раз.